Вы меня застали врасплох. Это зависит от того, насколько мы... Закончится когда-нибудь. Но я, конечно, в это верю. Каждый человек нуждается в полкании. Это очень интересно провести. Они узнают заботу о себе. Для кого-то важность, для кого-то средство. У каждого из нас не раз возникало желание посреди рабочей недели остаться дома. Кажется, если бы этот день был свободен, то можно было бы переделать все домашние дела, отдохнуть и даже прогуляться. В такие моменты думаешь, как же повезло домохозяйкам. Никуда идти не надо, делай что хочешь. Как говорят психологи, прожить в таком ритме и не сойти с ума человек может только от полутора до трех лет. А сам быть домохозяек сравнивают с нахождением в бункере. Психологи отмечают, уровень тревожности у домохозяек в три раза выше, чем у работающих. А уровень удовлетворенности жизнью в пять раз ниже. В таком случае возникает вопрос, действительно ли так привлекательна жизнь без работы? Вы как думаете? Домохозяйкой быть это вообще почетное дело для женщины. Но, конечно же, это самое сложное. Как говорят, у домохозяйки никогда не бывает выходных, соответственно, и отпуска в том числе. Но домохозяйкой и совмещать работу, это возможно каждой женщине. Поэтому я желаю, чтобы все были хорошими домохозяйками и имели успешную работу. Домохозяину нет, нет, спасибо. А почему? Ну, как можно постоянно сидеть дома? Я себе не представляю этого. Нужно чем-то заниматься, чем-то отвлекаться постоянно. Ну, работа это основная. Ну, можно было. Просто жену жалко, пусть лучше жена. Если работа, у меня просто работа тяжелая, и жена не справится. Так-то дома без проблем можно воспитывать детей, мыть посуду, убираться по дому, ванной мыть. Пока нет. А почему? Не знаю. Когда работаешь, ну, как, какой-то стимул есть. Ну, я бы однозначно не хотела бы. А почему? Не знаю, ну, как-то на работу все равно ходишь, среди людей, ты себя, во-первых, преподносишь, стараешься одеться, где-то причесочку сделать. А дома? Ну, дома есть дома. Нет, не хотели бы. Мы работаем. Нет. А почему? Ну, тяжело. Особенно с внуками, если вы дети. Нет, не хотела бы. Хотя я уже на пенсии, я тут у детей, а домохозяйкой не хотела бы быть. Я думаю, что лучше человек проявляет себя в работе, успеешь и дома быть, и на работе, что-то полезное для государства, для семьи, что-то сделать. 6 июня 136 лет исполнится электрическому утюгу, а 8 июня свою 149 годовщину отметит пылесос. Сегодня эти средства бытовой техники настолько современные, что глажка и уборка не требуют никаких дополнительных усилий. Тем не менее, у каждого из нас есть любимые и нелюбимые дела по дому. Например, я очень не люблю мыть посуду, но при этом очень люблю ее пачкать, готовя вкусности. А что бы вы доверили другому человеку, а за что сами бы взялись с удовольствием? Лучше убраться, мне кажется, дома, пропылесосить, пыль, где-то что-то, да, лучше, чем посуду мыть. Посуду иногда не люблю мыть. Иногда, когда с работы приходишь, что так вот. Когда моешь, да мыла, а потом остается сковородка, а последнюю не хочется мыть. А любимая? Любимая, не знаю, с дочкой играться. Терпеть не могу, пылесосить. Всегда отказываюсь от этого. Я всегда говорю, нет, я не буду пылесосить, вот, хоть убей, я не буду этого делать. Гладить не люблю, а так кушать люблю, готовить. Больше всего я люблю убирать свои вещи, то есть именно свой стол, заправлять постель, как это делаю каждое утро. То есть именно тем, чем я занимаюсь, то и убираю, то есть тем пользуюсь я. А не любишь что? Не люблю мыть полы. Все с удовольствием. Уборка, уборка, стирка, стирка. Готовить любимые, а посуду мыть не любимые. Поэтому готовлю я, а посуду моет муж. Нет такого, что хочу, не хочу. Все делаю с любовью. Приготовить с любовью, и постирать, и убрать, и с детьми поговорить. Все надо делать с любовью. А почему? Потому что я их люблю, люблю жизнь. Самое любимое занятие – это приготовление пищи, потому что ты думаешь, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а у меня их в доме два. Поэтому всегда я нахожу время вкусно приготовить, чтобы у нас были семейные. Приходится только ужинать вместе, но все-таки это приятно. Поэтому приготовление пищи занимает, во-первых, и очень много времени, но это самое приятное занятие. Уборка – это необходимость. А как известно, заставить себя сделать что-либо очень сложно. Тем не менее, как приятно жить в чистоте. Поэтому на процесс создания уюта все-таки стоит посмотреть иначе. Например, американская домохозяйка Марла Силли предложила уделять уборке всего по 15 минут в день, причем делать это быстро и по таймеру. Таким образом, ей удалось освободить выходные для себя и для своей семьи. А вот блогер из Сан-Франциско Лео Бабаута предлагает во время уборки улыбаться и ровно дышать. Тогда, по его мнению, процесс будет в радость. А какие у вас секреты быстрой и приятной уборки? Самое основное, мне кажется, это включить любимую музыку погромче, и можно убираться с радостью. Просто собраться с мыслями и убрать. Чем дольше откладываешься, тем больше накапливается. Включить музыку. Это обязательно, чтобы скучно не было. И во-вторых, делать это не одному. Если убираться, то уже полностью везде, во всем доме есть с семьей вместе. Я поддерживаю чистоту. Я не довожу до крайностей, поэтому у меня, в принципе, все говорят, да у тебя чисто. А я вот знаю, что мне надо, например, раз в неделю помыть пол, да, вот где-то такой вот заглянуть в места. А в общем, я не довожу. Просто я вещи ложу всегда на свои места. Откуда взяла, туда и положила. Так и детей приучала. Заставить сделать ее детей. Они сделают быстро. Это я не знаю, надо у женщин спрашивать. Коллективно ее распределив, мужчинам даешь самое сложное, себе оставляешь то, что самое легкое. И, конечно, это все получается очень быстро. Организовать уборку можно самыми разными способами. Статьи в интернете предлагают составить план на день, неделю, месяц и даже полгода. Одни предлагают заниматься уборкой в одиночестве, другие – привлекать всех членов семьи и сделать уборку семейным развлечением. Так проходили субботы в моей семье. Я протирала пыль, сестра прибирала игрушки, мама мыла посуду, а папа пылесосил. Заканчивалась трудовая суббота совместным походом в магазин за продуктами. А как вы распределяете обязанности и кто за что отвечает? У жены есть блокнотик, она пишет, она спрашивает, будешь там мыть холодильник? Я говорю, давай буду мыть холодильник. На поле будешь мыть? Говорю, давай, я помою, пылесосу, а ты там протрешь подоконник. Кто успел, тот и сделал, кто сумел, тот и сделал. Поэтому распределения обязанностей как таковых нет. Поэтому могу и я убраться, могу и, может, и жена убраться. С ребенком тоже самое. Могу я посидеть, может, жена. То есть равноправие полное. Сейчас я учусь, я больше отвечаю за свою учебу, за свои поступки. То есть уже сам решаю свои проблемы. А мама, так сказать, следит за домом и как бы, ну, следит за всеми нами детьми. А отец – это сиял защитник. То есть это наша опора семьи, это главная в семье, его решение главным считается. Невестка все делает, сын помогает. Папа пылесосит, потому что он это делает все тщательно. Также надо прилагать силы, когда пылесосишь. Я мою полы. Моя старшая сестра, она чаще всего моет посуду, потому что другим нет времени на это. Это мама, она убирает в кухню и все остальное. У нас нет такого вот, что вот это именно мое, там посуда мыть. У меня и муж может мыть посуду, и я. У нас нет такого. Причем это с молодостью у нас так было. Готовить, кушать, он первый пришел, он готовит. Все на равных. Кто успел, тот и помыл посуду, например. Когда хозяйки нету, я делаю, дочки делают. Все мужские обязанности ложатся на сына и на мужа. А все, что нужно выполнять женщине, конечно, выполняю я. Почему? Потому что я думаю, что все-таки каждый должен заниматься своими делами. В сказке «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери есть такая фраза. Встал по утру, привел себя в порядок, умылся, приведи в порядок свою планету. Действительно, когда речь идет о родном доме, мы говорим не только о квартире, но и о дворе, городе и стране. Поэтому со сходом снега люди выходят на субботники. Казалось бы, это возможность идти пораньше с работы или увидеть начальника с метлой. Но судя по данным опроса, который мы провели в социальных сетях, для 80% это в первую очередь возможность сделать город чище. Ни одного субботника никогда не пропускали в своем учреждении, где работаю. Также при домовой территории, когда у нас жилую площадь, когда убирают, то же самое, выходим всей семьей, убираемся. На субботники, да, я хожу, если надо, я всегда за, потому что все-таки нам еще жить здесь, нам ходить по этим дорогам. Так что легче, ну лучше же, когда ходишь по чистой дороге, чем по грязной. Конечно, надо, чтобы было уютно, чисто в нашем городе. Мы ходим, я думаю, нужно, так как мы живем в России, Россия это наша родина, и за нее надо так же, как наш дом, нужно так же убираться, охранить чистоту, не бросать мусор. Дворники же все же не могут везде, они и так территория, например, возле дома, вот я в 14-м живу, там всегда порядок чисто. Ну а есть места, где они же не могут все охватить. Поэтому, да, я считаю, вот есть организация, есть своя территория, мы убираем, ничего здесь такого сезорного нету, и мы во все времена убирали. Конечно, нужно, чтобы чисто было все. После зимы-то сколько мусора попадает, это самое, всегда ходим, убираем, вокруг дома тоже, чтобы чисто было все. Дети гуляли, внуки гуляли, чтобы это было нормально. Обязательно нужно проводить, и чем чаще, тем лучше. Поэтому, конечно, мы не только ходим, мы их организуем и принимаем активное в них участие. Порядок в доме, порядок в голове. Какой бы способ уборки для себя вы не выбрали, помните, откладывать на завтра плохая привычка. Закаляйте силу воли, начинайте утро с улыбки и, конечно же, мыслите позитивно. С вами была Евгения Белобородова, увидимся на телеканале «Вектор». Субтитры подогнал «Симон»!